Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Савай, мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Израиль разорвал все отношения с ЮНЕСКО после принятия неоднозначной резолюции по Иерусалиму. На странные решения ЮНЕСКО у нас один ответ. Это историческая правда Израиля, отрицать которую не может ни один честный, здравомыслящий человек. Власти страны намерены бороться с организацией БЦЛИМ, как в Израиле отнеслись к выступлению лидера в Совете Безопасности ООН. Тысячи женщин, объединенные одной целью – добиться мира на Ближнем Востоке. А масштабные акции в израильской столице. Многотысячный митинг показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Спортивный ответ на дипломатический бойкот. В Израиле пройдет Кубок мира по шашкам. В четверг была разрешена к публикации информация о том, что сотрудники службы общей безопасности Шабак арестовали трех палестинцев из сектора Газа, незаконно находящихся на территории страны. Четверто арестованный – житель юга Израиля. Все они подозреваются в том, что планировали похищение израильского военнослужащего, а также масштабный теракт в одном из залов торжеств южного города Бершева. Отмечается, что подозреваемые были задержаны в начале месяца, однако суд наложил запрет на публикацию каких-либо подробностей ареста. По мнению Шабака, они действовали по заданию руководства террористической организации «Исламский джихад». Если бы палестинцам удалось похитить солдата, то первым делом они бы переправили его на территорию сектора Газа по одному из подземных тоннелей. К слову, всего два года назад, во время операции в секторе, такие туннели были главной угрозой для израильских военных. На минувшей неделе стали известны детали внутриармейского отчета и выводы комиссии, которая расследовала причины провалов как раз в вопросе устранения угрозы туннелей. Подробнее об этом в нашем видеоматериале. Командование армии обороны Израиля знало о существовании подземных тоннелей, которые боевики группировки «Хамас» планировали использовать для террористических атак, однако не до конца осознавало реальные масштабы угрозы. Таков главный вывод отчета внутриармейской комиссии под руководством генерал-майора запаса Йоси Бахара. Спустя два года после операции «Нерушимая скала» в секторе Газа в руководстве армии заговорили о серьезных ошибках, допущенных накануне войны. В документе, который еще несколько месяцев назад лег на стол начальнику генштаба, при этом был предан огласке лишь на минувшей неделе, комиссия не поскупилась на серьезную критику, в том числе в отношении высшего генералитета. Использование террористами «Хамаса» подземных тоннелей стало полной неожиданностью для военных. Говорится, среди прочего, в выводах комиссии. Неприятным сюрпризом оказался и уровень подготовки палестинских боевиков к военному противостоянию с Израилем. «Хамас» отстреливался до последней минуты, пока стороны не пришли к согласию о прекращении огня, а масштабная наземная операция так и не сумела существенным образом сократить количество ракет, выпускаемых боевиками по израильским городам, отмечается в документе. Неудивительно, что сразу после завершения работы комиссия Бахара командование армии обороны Израиля отказывалось разрешить к публикации ряд важных деталей. Так в отчете отмечается, что израильские военные не только не были готовы к угрозе тоннелей, но и неправильно обучались их разрушать, поскольку сооружения, используемые для тренировок, не были похожи на те, с которыми солдатам пришлось столкнуться в реальности. Израильские СМИ, публикуя выдержки из отчета, подчеркивают, что он был составлен на основе показаний солдата-офицеров, принимавших участие в военных действиях в секторе Газа летом 2014 года. Из личных разговоров становится ясно, что все офицеры знали о существовании так называемых атакующих тоннелей, таких, которые были проложены на полтора-два километра вглубь израильской территории. В то же время у офицеров младшего и среднего звена отсутствовали четкие инструкции, что следует делать при обнаружении таких тоннелей. Авторы отчета утверждают, что данными военной разведки касательно подземных туннелей обладали исключительно элитные подразделения израильского спецназа. Каким образом публикация выводов отчета отразится на израильских военных, по мнению ряда экспертов, говорить пока рано. Армия проводит работу над ошибками, однако громких отставок, видимо, не предвидится. Тем более, что израильское общество ждет еще одного отчета. Отчета государственного контролера Йосефа Шапира, который со своей стороны проверял, как принимались политические решения во время операции в секторе Газа. Возможно, только после публикации второго отчета и будет найден ответ на главный вопрос. Кто же на самом деле победил в операции «Нерушимая скала» летом 2014 года? Государство Израиль или террористическая группировка Хамас? За комментарием по поводу армейского отчета я хочу обратиться к депутату Кнессета от блока «Сионистский лагерь», генерал-майору запаса Иалю Бен-Рювену, который также является членом парламентской комиссии по иностранным делам обороны. Господин Бен-Рювен, добрый вечер. Здравствуйте. Господин Бен-Рювен, вы как бывший генерал, депутат Кнессета, как бы прокомментировали армейский отчет о туннеля Хамаса? Отчет, который был составлен генералом Йоси Бахаром и выдержки из которого были опубликованы на этой неделе, является важнейшим армейским документом по вопросу угрозы туннелей Хамаса. Я особо подчеркиваю, это армейский документ, который составлен именно для военных. И как любой подобный отчет, в прошлом он четко указывает на оперативные провалы, которые были допущены армией. Например, почему военные на местах не до конца знали, каким образом следует эффективно противостоять подземной угрозе, в то время как высшее армейское руководство прекрасно знало о том, что Хамас строит такие туннели. Более того, как член парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, могу вам с уверенностью сказать, что о туннелях нам было известно задолго до начала операции в Газе летом 2014 года. Вы прекрасно знаете, что армия – это большая структура. Когда вы говорите, что это армейский провал, провал кого – военной разведки или же начальника генштаба, который представлял это руководству страны? Провал заключается в том, что в армии знали об угрозе тоннелей. Политическое руководство страны тоже знало о тоннелях. При этом Израиль начал военную операцию, не имея четкого плана, как решить эту проблему. Технологические решения на тот момент сильно отставали от реальности и с их помощью невозможно было действовать. Это и называется провалом. В этой связи я вспоминаю себя 43 года назад. Во время войны судного дня я был молодым солдатом и впервые узнал, что на самом деле представляет собой советский противотанковый снаряд «Сагер», когда этим снарядом был подбит мой танк. Тогда израильская военная разведка знала, что у арабов есть такое оружие, но никто до конца не понимал, как противостоять такой угрозе. Сегодня ситуация возвращается на круги своя. Очень надеюсь, что армия отнесется серьезно к этому отчету и сделает работу над ошибками. Главное – это подготовиться к следующему противостоянию, ведь война – это своего рода царство неопределенности, когда ты не можешь до конца знать, каким образом ее следует начинать и как заканчивать. Во время войны тоннели Хамаса неоднократно назывались стратегическим оружием Хамаса, причем это делалось подачи как раз министра обороны Мушей Алона. Насколько вы согласны с такой оценкой, что это действительно стратегическое оружие террористов? С точки зрения Хамаса – это стратегическое оружие. При помощи подземных тоннелей боевики намеревались застать врасплох наших солдат. В определенной мере, в некоторых местах им это даже удалось сделать. О важности этого оружия можно судить и по той подготовке, которая велась Хамасом до войны. Так называемые атакующие тоннели были уничтожены израильскими военными благодаря информации, полученной в ходе операции в Газе. Можно только представить, что произошло бы, не будь у наших военных этих данных. Но если для палестинских боевиков это действительно стратегическое оружие, то для армии обороны Израиля это ни в коем случае не может быть стратегической угрозой. Израильская армия способна противостоять гораздо более крупным угрозам, чем тоннели из Газы. А вот что касается другого отчета, отчета государственного контролера, который проверял уже действия политического руководства во время операции, это другая история. Я все-таки считаю, что несмотря на трудности, армия справилась с теми задачами, которые ей поставило правительство. А вот каким образом министры принимали решения и насколько эти задачи были поставлены правильным образом, на этот вопрос у меня, к сожалению, нет положительного ответа. Я считаю, что политическое руководство Израиля совершило ряд провалов в управлении военной операцией в секторе Газа. Вот об этом и следует говорить. Ваша политическая критика связана с тем, что вы сейчас в оппозиции. Но возвращаясь к отчету, вы считаете, что общество имеет право знать все детали, оперативные детали этого отчета? И как общество узнает, что армия исправила ошибки, которые армия аж допустила два года назад во время операции в Газе? Армия умеет делать работу над ошибками. Я это знаю и я это вижу. Одна из задач комиссии КНЕСЭТа по иностранным делам и обороне как раз и заключается в парламентском контроле над армией. И я не жалею критики, когда это необходимо. Но проблема, как я уже сказал, не в армии, а в правительстве. К большому сожалению, руководство страны, вместо того, чтобы признаться в провалах и таким образом указать на пути решения проблемы, раз за разом наступает на те же грабли. Почему те, кто находятся у власти, думают, как скрыть от общества очередной отчет, вместо того, чтобы думать, как исправить ошибки и двигаться вперед? Я говорю конкретно про премьер-министра. Это очень печально, потому что это не путь к решению серьезных стратегических угроз. Мы знаем, что черновик отчета госконтролера, как раз по вопросу тоннелей Хамаса, еще полгода назад был передан Нитаньягу. Но вместо того, чтобы признаться в провалах, глава правительства занимается делегитимацией самого госконтролера, бывшего суди Йосефа Шапира. Поверьте, я знаком с Шапира не первый год. У него нет никаких политических целей. Его задача — рассказать правду обществу. Очень жаль, что Бениамин Нитаньягу не признает этого и продолжает заниматься откровенной ерундой, когда речь заходит о вопросах жизни и смерти. Ведь проще всего свалить вину на солдат и офицеров, а потом искать виноватых в очередных провалах, которые, увы, у нас случаются в каждой войне. В последней операции в секторе Газа Израилю не удалось добиться однозначного разрешения проблемы. То, что принято на языке военных, называть полной победой. Мы просто перенесли этот вопрос на следующую войну. Да, конечно, если вы спросите израильских военных, кто победил, они скажут, что Израиль. Но это отнюдь не означает, что такой же ответ может дать политическое руководство в Иерусалиме. А как иначе? У нас колоссальное технологическое преимущество. Мы превосходим противника по всем показателям в десятки раз. И что в итоге? Израиль начинает неподготовленную операцию по уничтожению подземных тоннелей, и война заканчивается прекращением огня? А Хамас как был в Газе, так и остался. Более того, после всего, что произошло, они открыто заявляют, что сумели победить такого сильного противника, как Израиль. Разве это не политический провал? Сегодня нам нужно в корне менять всю стратегию нашей безопасности. То, о чем совсем недавно заявил нынешний начальник генштаба Гади Айзенкот. Будь то Хамас на юге или Хизбалла на севере, любая следующая война должна вестись до полной победы. В противном случае Израиль будет считаться проигравшей стороной. Вы знаете, эти же слова два года назад говорил министр Виктор Либерман. Сегодня он министр обороны, и он тоже сказал, что если будет война с Хамасом, она станет последней для Хамаса. Вы согласны с такой оценкой? Я не знаю, что означает термин «последняя война», особенно в нашем ближневосточном регионе. Будет лучше изначально избегать подобной формулировки. Но совсем недавно я встречался с министром обороны Либерманом, и хочу сказать, что несмотря на то, что мы относимся к разным политическим лагерям, по многим стратегическим вопросам наши позиции полностью совпадают. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать войны. Война – это всегда плохо. А современная война зачастую не приносит желаемых результатов. Но если мы уже решаем начинать войну, то она должна быть быстрой, эффективной и преследующей конкретные цели. Пользуясь случаем, что мы с вами говорим, хотел бы ваше мнение по поводу того, что происходит в Ираке. Операция в Муссулии против исламского государства. На ваш взгляд, ИГИЛ представляет сегодня опасность для Израиля на израильских границах? Происходящее в Муссули я могу только назвать правильной и необходимой военной операцией. Так сложилось, что ИГИЛ вдруг стал важным игроком в регионе. Особо подчеркну – жестоким игроком. Но с нашей точки зрения, исламское государство не является главной угрозой безопасности еврейского государства. Мне остается только пожелать, чтобы эта операция против боевиков исламского государства завершилась успешно. Меня, как израильского гражданина, больше волнует, что происходит на территории между ИГИЛ и нами. Я говорю про ситуацию в Сирии. В Сирии сегодня столкнулись самые крупные международные игроки. К моему большому сожалению, действия России в Сирии вызывают очень много вопросов. Все это выглядит как содействие военным преступлениям. И еще больше меня волнует, что Соединенные Штаты не делают достаточно для того, чтобы приостановить усиление этой опасной оси, на которой по одну сторону баррикад находится Россия, Сирия, Иран и Хизбалла. Это проблема у наших северных границ, и решать ее уже скоро предстоит именно нам. Так что эта угроза гораздо опаснее, чем исламское государство, или даже угроза Хамаса на юге. Депутат Неста Ильбен Рювен, генерал-мейер запаса, большое вам спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Израиль разорвал все отношения с ЮНЕСКО после принятия неоднозначной резолюции по Иерусалиму. На странные решения ЮНЕСКО у нас один ответ. Это историческая правда Израиля, отрицать которую не может ни один честный, здравомыслящий человек. Власти страны намерены бороться с организацией БЦЭЛИМ, как в Израиле отнеслись к выступлению лидера в Совете Безопасности ООН. Тысячи женщин, объединенные одной целью – добиться мира на Ближнем Востоке. А масштабные акции в израильской столице. Многотысячный митинг показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Спортивный ответ на дипломатический бойкот. В Израиле пройдет Кубок мира по шашкам.